Второй докладчик у нас наш уважаемый председатель, Владимир Викторович Гучин, который сейчас нам представит свое видение, анатомия принятия решений с оригинальной такой формулировкой, пусть я не прав, но я уверен. — Большое спасибо. На самом деле формулировка взята произвольно, это девиз хирургов, лучше звучит по-английски, но вот это мой лучший перевод. — Действительно, тема необычная. Я первый раз услышал такой доклад несколько лет назад на конференции общественных хирургических онкологов. До этого я думал, что есть правильное решение, есть неправильное решение, если ты принял неправильное решение, то, соответственно, тебе надо подучиться, посмотреть книжки, спросить у старших товарищей, и все будет в порядке. — На самом деле все оказалось достаточно интереснее, забавнее и сложнее. И сегодня я хочу представить самую первую обзорную такую лекцию, как принимаются решения. Это, если по аналогии с анатомией, это будет два круга кровообращения, и до того, как мы изучаем, что такое пороки сердца и как с ними бороться. Интуитивный метод принятия решения — это самый частый в медицине метод принятия решения, когда мы работаем по ассоциации, у нас есть больной, представление, как должен выглядеть этот диагноз, и мы сразу узнаем этот диагноз. То есть вряд ли кто-либо идет через дифференциальный диагноз в практике, да, вот вы видите человека с болями в животе, и они где-то здесь, у вас первое, что приходит на ум, это острый аппеницит. И похоже, не похоже. Вот это примерно так принимаются 95 всех решений. Встречал много раз. Это большой опыт. Изречение, поговорки, вы часто слышите, вот, например, если Михаил Иванович Давыдову посмотреть операции, весь ход операции комментируется прибаутками. Ассоциации. И слово, которое, скорее всего, для многих будет незнакомым. Это евристика. Штука евристика – это когда человеку сложно ответить на вопрос, потому что вопрос сложный или неудобный, и он находит ответ на другой вопрос, который гораздо лучше он понимает и гораздо легче ответить. Ну, мы немножко придем к этому. О, пардон. В английском есть очень емкое слово, прошу прощения, Михаил Владимирович, bias. На русский это переводится многими словосочетаниями – когнитивная ошибка, когнитивная ловушка. И неизбежно есть какой-то привкус отрицательного, что это что-то плохое. Ну, вот у меня, во всяком случае, такое семантическое понимание этих переводов. На самом деле, bias – это некий закон мышления, который свойственен каждому, и от которого не избавишься. Так сэволюционировала центральная нервная система человека, и, соответственно, она сэволюционировала так, что это систематический сдвиг в рациональном принятии решения. Если он систематический, то его можно систематически изучать. Если его можно систематически изучать и описать, то, в принципе, его можно учитывать также систематически в принятии рационального решения. а чисто теоретически я делю факторы влияющие на принятие решения на две категории первый это чисто физиологически это время суток усталость голод положительные или отрицательные эмоции и вторая группа факторов это как раз когнитивные ошибки искажения процессы их около сотни ординаторы с которым мы занимаемся несколько два года по онкологии они уже знают и определение и некоторые подробности этих когнитивных ошибках ошибок сайт царица всех когнитивных ошибок во всяком случае медицине это ошибка подтверждения мы они на ней немножко подробнее основе остановимся и также поговорим о вкладе личности и ситуации в принятие принятие решения поговорим о важных экспериментов так называемая мелграм эксперимент и поговорим о редких случаях когда большие человек встречается с рискованной ситуации как в этой ситуации при по какому принципу принимаю принимаются решения я думаю что из вашего опыта вы знаете что любое принятие решения требует психической энергии и что с утра у вас этой энергии больше а по мере по мере по мере вашего движения в течение дня количество этой энергии уменьшается в эксперименте показано что количество решений за сутки это достаточно постоянная величина для каждого человека она может варьировать его чуть-чуть можно научиться принимать большее решение но в общем и целом у каждого у нас достаточно определенное количество этой валюты в течение дня и полезно об этом во первых знать и планировать свой день соответственно я про это очень хорошо знаю и в течение дня я стараюсь как можно меньше принимать решений чтобы у меня осталось силы под конец дня если надо иметь психическую энергию чтобы принимать важные решения я делегирую решения которые в общем не важно для меня не очень важно или я знаю что человек который может принять решение за меня точно так же хорошо как и я приму решение я принимаю решение важные с утра и менее важный вечером я не принял если надо принять решение вечером я его дублирую с утра например патологи часто у них есть такое выражение переспать с диагнозом вечером посмотрел большое количество стекол написал себе мнение и пересмотрел с утра и принял решение на свежую голову это что касается энергии принятия решения вот это график очень интересный он взяты из известной работы которая вышла в начале двухтысячных годов изучались принятие решения израильскими судьями которые заслушивали дела об оправдание заключенных и по оси x это порядковый номер дела рассматриваем дела по оси y это вероятность вынесения оправдательного приговора дела и заключенные были совершенно в произвольном порядке по тяжести по представляемым адвокатам по возрасту по полу и так далее заметно заметно что этот график имеет достаточно очевидный паттерн правда ведь вы видите три пика принятия оправдательных решений как вы думаете чему они соответствуют они соответственно обеденным перерывом то есть смотрите люди принимают 3 очень важное решение они принимают это с полным осознанием того что это они принимают решение что эти решения справедливы и на самом деле это все зависит от того поел судья или нет и что на завтрак он поел то вот вот цена правосудия да и опять же это ошибка незаметная для глаза того кто принимает решение я думаю что в хирургии особенно длительных длительных операций такое происходит достаточно часто я за собой это начал замечать я часто делаю многочасовые операции и я знаю что в каролинском университете принято менять операционные бригады или принято делать перерыв каждые три часа после операции я думаю что в этом есть большой смысл опять же вот эта стратегия которая обычно предлагаются для докторов принимать решение заранее причем ступенчатое решение если у нас будет а то исходит будет бы перерыва делегирование решений чек-листы чек-листы это свое рода делегирование решений на себя самого которые вы приняли решение заранее это очень важное очень важный прием сохранения психической энергии то есть до операции например проверили больного на какой на какой стороне делаете операцию какую операцию делаете сопутствующие заболевания аллергии и так далее это не стоит никакой энергии потому что ты просто засчитываешь список лучше еще чтобы это твоя операционная сестра за зачитывал список полностью отстранился от этой функции далее а я помню как нас натаскивали на стандартные решения в хирургии травмы при ранении туда-то выполняем один прием в другую часть тела другой прием и на самом деле хирургии травмы было для меня очень нелюбимым предметом потому что в общем все было одинаково потому что набор приемов был настолько однообразный и нас настолько это натаскивали на это что было в общем-то не интересно в конце концов гайдлайны тоже следование гайдлайнов это ментальный шутка или быстрое прием быстрого принятия решения когда тебя не надо думать и не надо тратить свою энергию и вовремя попросить о помощи тоже тоже помогает дефицит времени вы знаете на может быть знаете кто в баскетболом увлекается 54 году изобрели стоп-клак так называемый 24 секунды дается на на бросок по кольцу на самом деле только сознание того что у тебя есть такое давление временем заставляете делать ошибки например баскетболе это привело к 60 процентам увеличение количества ошибок и как как следствие интереснее стало следить за игрой естественно в хирургии это немножко имеет другую цену за этот слайд скорее всего я получу много критики где-то раз пять лет я перечитываю анкаренин и если в юности моим самым любимым персонажем был константин левин то последний раз когда я перечитывал я не мог не оторваться от таблонского по моему это очень мудрый человек и весьма симпатичен так вот эта цитата о том что он был совершенно в рада вы равнодушны к тому делу которым занимался вследствие чего он никогда не увлекался и не сделал ошибок естественно вы слушаете совершенно другое о хирургии что надо быть увлеченным быть эмоциональным но это немножко не об этом это о том что эмоции положительные эмоции или отрицательные эмоции влияют на количество ошибок которые мы делаем принятие решения причем центральная нервная система не в состоянии различить когда эмоции положительная когда и отрицательные мы не состоянии есть очень хорошие эксперименты когда мы не состоянии разве отличить эмоции от угрозы жизни от влюбленности очень хороший эксперимент по качающего моста если кто интересуется поэтому скажем в медицине не принято ну и в некоторых местах запрещено лечить близких друзей потому что если вы эмоционально вовлечены в принять решение у вас не неизбежно будет баяс в ту или в другую сторону а а как оказалось я принадлежу к очень избранному клубу хирургов под названием меньше чем 10 меньше чем 10 пальцев в восемьдесят втором году классический хирург опубликовал свою свою работу по хирургам и хирургической специальности врачей с хирургической специальностью которые потеряли один или больше пальцев и продолжили или не продолжили свою хирургическую деятельность оказалось что только трое 150 поменяли свою специальность для большинства рукоделия непосредственно рукоделия или ловкость ловкость рук ловко пальцев не повлияло на их профессиональную карьеру как хирургов это в общем говорит о том что хирургия во многом это все-таки принятие решения это не только техническое выполнение какого-то какого-то этапа операции или операции вообще это если кто захочет почитайте статью очень очень приятная очень приятная статья что такое быть хирургом и так мы перешли плавно к ошибкам к когнитивным ошибкам к искажениям первая ошибка и подтверждение заключается в том что вся информация которую вы рассматриваете собираете интерпретируете и вспоминаете она она тенденциозно если вы знаете люди не читают например политических газет которые противоречат их их точки зрения также мы не читаем если мы лапароскопические хирурги мы никогда не будем читать операцию там литература по открытым операциям на желудке если мы полностью отвергаем открытой операции если мы химиотерапевты то мы никогда не будем читать хирургическую литературу по операциональному карциноматозу например потому что хирургам нечего делать в этой в этом заболевании это очень очень непростой непростая ошибка с которой байс с которым приходится имеет дело и единственная единственный способ с ней бороться это быть скептиком опять же скептик имеется имеет немножко отрицательное значение по моему по моему на русском но тем не менее первое что вам надо знать что интеллект и образование не имеет никакого отношения к тому как вы воспринимаете информацию это не коррелирует с рациональным мышлением и образование как таковое не не дает никому навыков противостоять когнитивным ошибкам более того высокий интеллект и образование ведет крыться к еще большей рационализации собственной точки зрения или тенденциозной точки зрения и ведет более большему неприятию иных точек зрения то есть образование интеллекты и недостаточно как таковых для того чтобы рационально мыслить это совершенно от другой навык и навык это называется еще научный метод мышления он состоит в том что выдвигается гипотеза проводится эксперимент мысленные или немысленно и наблюдений и анализируются данные то есть быстрее быстрое такое рефлекторное скажем следование этим сложным на первый взгляд этапом составляет основу научного мышления основа скептического мышления прежде чего но если упростить это эти эти этапы я бы начал с того что первое что хотелось бы я сам себе напоминаю это прежде всего моя точка зрения может быть неверной то есть этого без этого шага никогда не начнешь скептически относиться к какой-либо точки зрения какой-либо информация полезно сформулировать альтернативную точку зрения в научном методе как вы знаете формализация такого подхода это нулевая гипотеза нулевая гипотеза в общем может рассматриваться как непосредственно просто формальный а какая же точка зрения может быть у моего оппонента проведите мне мысленный эксперимент задайте мысленный вопрос а что может в принципе просто теоретически что может поменять мою точку зрения и попробуйте собрать информацию за эту интер альтернативную точку зрения это очень хороший навык я не говорю что есть нужно всегда им пользоваться и но я бы сказал что это это навык который можно отработать до автоматизма и скажем так это особый навык который не всегда преподается скажем медицинских специальностях название этого эксперимента я на оставил на английском потому что я очень советую вам пойти на youtube и набить это это название каждый раз когда я смотрю этот эксперимент у меня мурашки по коже бегают и вы скорее всего поймете почему этот эксперимент был сделан в 50-х годах одним из израильских психологов тестируемый на самом деле вот этот человек с буковкой т т т означает пича это учитель он учит дарна ученика и учит какому-то некому процесс и учит он его путем электрических шоков которые которые вот на этом пульте по возрастающей он может набирать последние кнопка имеет какое-то большое значение которое явно придет причинит много вреда вот этому человек естественно никаких шоков не назначается более того здесь перегородка и человек не видит что происходит с учеником присутствует еще один человек эксперимент который спокойным голосом говорить продолжайте эксперимент все идет хорошо и в течение этого эксперимента учитель учит так называемого ученика постепенно увеличивая количество вольт на рубильников и у когда доходит до последней кнопки ученик падает со стула явно чуть ли не не при смерти на самое интересное что от 65 до 80 процентов людей которые были в роли учителя доходили до последнего рубильника и никто их не заставлял это делать то есть заставляли но очень непрямым способом вот как михаэл сейчас сидит за столом он с таким также эксперимента простым но убедительным голосом говорил продолжайте эксперимент все идет хорошо несмотря на то что это противоречило моральному кодексу и здравому смысла смыслу человека такое происходит с нами достаточно часто в онкологии это известный известный пример 80 90-х года была популярная высокодозная химиотерапия рака молочной железы четвертой стадии когда делали пересадку костного мозга и южноамериканский исследователь был настолько убедителен что никакой здравый смысл других докторов других исследователей из других стран из европы и америки никакой здравый смысл не возобладал и по всему миру были открыты центры по пересадке костного мозга которые продолжали мучить десятки тысяч женщин и в общем без какого-либо эффекта когда было всем ясно что такое так такое лечение скорее всего не работает но данные были настолько убедители человек был настолько импозантен вернер без безвода что такое лечение шло десятилетиями и только в 99 году были найдены данные что это исследование что этот исследователь был шарлатаном то есть это происходит в сегодняшнем мире достаточно часто и скорее всего происходит в микромире вашем скажем тума борд обсуждение клинических случаев на в клинике об этом в принципе полезно помнить что же вы можете сделать по этому поводу прежде всего вы должны знать что это ваша персональная ответственность за прочитанное или услышанное что работа с первоисточниками является основой ваших знаний не работа с гайдлайнами или рекомендациями или приказами вы должны знать перед первоисточник и самостоятельно оценить его его ценность и анализ первоисточника по такому простому плану как что такое какой был вопрос какая была гипотеза метод подтверждения или опровержения этой гипотезы и как интерпретировать результаты это один из основных навыков которые необходим онкологу это еще один забавный эксперимент который обо многом говорит по всем случае для меня он много говорит если вы знаете притчу о добром самаритянина из библии когда человек в лохмоть их него не подали руки священник купец и только бедный крестьянин из враждующего племени помог человеку и накормил обогрел в эксперименте в принстонском университете слушателей как называется слушатели церковной академии духовной семинарии до теологии которые сложно попасть в эту в эту программу надо будет сдать в общем экзамен на святого фактически и его попросили и их попросили прочитать лекцию на эту тему по условию они готовились к лекции в одном здании и читали в другом здании надо было перейти по тропинке вот и увитых ключом естественно на этой тропинке они встретили встретили этого нищего в лохмоть в которых явно нужно нуждается в по в помощи те которые по условиям эксперимента имели время 10 минут примерно они остановились помогли человеку те которые спешили им говорили вы знаете так случилось надо быстро пробежать из одного здания к другому они не заметили чуть ли не спокнулись от этого и результат был 70 к 10 то есть 7 к одному люди были одного калибра с одними и тем же убеждениями одного и того же морального достоинства единственное различие было в одних было время друг у других нет соответственно снова и снова в экспериментах мы видим что обстоятельства является основным двигателем правильного поведения правильного принятия решения и личность в общем не так важна я все время говорю что хирургии можно научить научить практически любого если это совершенно не так естественно но а важность обучение к личности примерно имеет такое же соотношение там 7 к одному я это мое такое убеждение поэтому в общем я считаю что систематическое обучение и создание создание условий для правильных правильных решений для правильных клинических решений в клей в вашей каждодневной деятельности имеет много много большее значение чем личность так что больше внимания к обстоятельствам самокритика полтора года назад я мы были в нью-йорке была большая буря мы на день задержались как только открыли город мы поехали обратно по пустынному шоссе только что открытому я превысил скорость причем здорово превысил и пришлось пойти в школу чтобы переиздать на права и с большим удовольствием я отметил что на каждый вопрос а хороший ли вы водитель я набрал сто процентов из ста что я водитель оказывается плохой и пассажир мой все время уже выжимается в сиденье и берется за ручку и говорит что в общем то нельзя бы потише ехать и скорость я при на 10 пунктов при превышаю в общем часто и постоянно опаздываю или приезжаю впритык то есть все 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 показатели плохого водители у меня были я об этом просто не подозревал я думал что я вообще ас как каких не бывает если вот сейчас провести опрос среди вас хорошего ли вы водители 75 процентов ответит лучше чем в среднем более того если такой же опрос провести среди людей которые только что которые пересдают на права из-за того что они попали в аварию те же самые 75 процентов ответят что они лучше чем половина то есть самокритика на самом деле самокритики не существует скорее всего таких примеров мы можем много привести среди хирургов и и докторов так что попробуйте находить какие-то объективные объективные чекпоинты которые бы вас вели в правильном направлении и последнее редкое событие мы часто во всяком случае я занимаюсь так называемой экстремальной хирургической онкологии когда шансы на долгосрочное выживание в общем то невелики и психология принять решение примерно такая же как психология лотерейных билетов мы знаем что это редкие редкий случай но все равно в лотерею играем мы чаще всего обращаем внимание на числитель у нас есть один процент или 5 процентов хороших результатов мы не представляем эти числа 5 из 100 или 1 из 100 когда видишь 100 человек перед собой и понимаешь что ты один выход из 100 это на самом деле очень и очень маловероятное событие ты по-другому немножко оцениваешь свои шансы что мы прежде всего думаем когда покупаем лотереальный билет никто не задумал никто не вспомнит как мы забираем пачки денег да и как-то мы идем домой и раздаем долги и покупаем машину и еще отдаем кому-нибудь взаймы и легкость которой приходит это на ум заставляет нам забывать что это очень очень редкое событие это вот так называемая евристика то есть ты больше внимания уделяешь как легко тебе представить об этом выигрыше вместо того чтобы представлять как редко он случается в наши с вами практики в в онкологии это случается в таком образом образом мы подменяем результат лечения выздоровления самим фактом выполнения лечения или операции то есть вместо того чтобы фокусироваться на том насколько эффективно будет это лечение мы мы радуемся когда маму замечательную операцию проводим не так ли вот мы я сделал такое пдр ваш все лифузлы удалил и забываем что выживаем долгосрочная выживаемость все равно будет мизерная соответственно ключевые слова который по которым вы можете евристику уловить это уникальная операция героическое лечение и так далее это случается и с пациентами с нашими пациентами это случается и с нами ну и я закончу такой быстрый экскурс в принятие решения этим слайдом что bias это систематическое отклонение в принятии решения полезно знать о этой системе по какой по каким законам они этот девиация случается и и в принципе если изучать и и знать этот предмет хорошо можно скорее всего этому противостоять у меня все спасибо спасибо за замечательный доклад воде викторович вот прежде чем сейчас начнут вас вопросами забрасывать я не ослышался вы в клубе меньше десяти стоить вы говорит что вы в клубе меньше десяти состоите я не ослышался я про за вашим рукой по после этого начал следить так это это же так коллеги давайте вопросы тема очень сложная в каком понимании мы сейчас слушали доклад который переводит нас из плоскости теоретического освоения медицины и онкологии в плоскость начального освоения этой профессии уже у постели больного или операционной безусловно подобного рода лекции надо вносить в образовательный цикл на кафедрах и он ты у интернов ординаторов поэтапно разжевывая как все-таки человеку психологически ментально осваивать выбранную профессию и пусть это была квинтэссенция сейчас вот я думаю что наверняка у вас возникли доклады или пока вы думаете я парочку вопросов вам задам вот вы привели из анны корейны неплохое высказание слова равнодушие то есть как бы давая императив надо быть равнодушна в принятии решения но может быть лучше слово заменить на беспристрастность я полностью согласен это просто я не могу не мог это было чтобы сделать естественно такой я к чему это говорю действительно эмоциональная подоплека в принятии решения очень часто нас тормозит принятие правильного решения и мы иногда можем больного просто терять но эмоционально подоплека может быть разная или это родственник или это близкий друг бывает финансовый подоплека тоже эмоциональная составляющая но полная равнодушие она может конечном-то итоге привести к реализации такой известной русской пословицы умер максим но и черт с ним в первоисточнике это грубее звучит да по-моему беспристрастность слова наверное заголе далее а самокритики тоже есть такое древнерусское выражение уничижение патчи гордости то есть сама критика излишнее хуже гордости не может ли привести вот такая сама критика постоянный самоанализ сама копания какой я водитель и какой я врач хирург к формированию комплекса неполноценности особенно если со стороны одиозные заведующие одиозные профессора постоянно тыкают молодому врачу за какой-нибудь маломальскую ошибку или просто не понравился человек в клинике постоянного ты плохой врач есть я ничего не получится и вот эта самокритика самокопания приведет к действительно комплексу неполноценности и к ней реализация может быть действительно выдающегося врача хирурга неважно я не знаю как ответить на этот вопрос честно скажу честно скажу я думаю что вы правильно обозначили вопрос я просто не имею своего собственного мнения на этот счет я имел я больше с другого стороны знаком с этим потому что я самый лучший хирург как известно и мне очень непросто с этим бороться очень хороший ответ это как знаете разница между богом и хирургом бог не думает что он хирург ну и наконец последний вопрос о лечении как самоцели то есть не должно быть это понятие вристика до подмены понятия героизм уникальность и так далее я просто не сказал в своем докладе что развитие эндоскопической хирургии в целом и в онкохирургии в частности определяет две цели это административная заинтересованность и второе личное самовыражение причем личный самопиар самовыражение может быть разные ну кого для кого-то важны деньги да за самореализацию для кого-то важно восхищенные взгляды женщин да для кого-то признание коллега он сделал это но для меня прям все три составляющие мои возрасте уже важны причем женские взгляды я наверно первое место поставил бы восхищенные так вот лечение как самоцель этот подмена понятия опять-таки не будет ли вот это копание в этих трех обозначениях неким тормозом для развития молодого хирурга молодого врача когда он будет считать нет я ничего героического не совершил ой я сделал не уникальную операцию а почему я не могу например в кругу своих товарищей действительно ребят я сегодня сделал очень серьезную уникальную операцию которая дала бы стимул для них а вы попробуйте сделать так не знаю я я честно говоря у меня такой мотивации уже давно не было то чтобы самый лучший ну да да но это не мотивация это уже есть факт определяющий с ним спорить нельзя я лучше я на самом деле и до операции в шутку и не в шутку все время говорю а вот ну вот мы эту операцию будем делать чтобы деньги заработать например да то есть я я очень у меня давление я не знаю как у вас но чем больше я с оперирую тем больше денег я получу то есть это очень большой источник систематической ошибки безусловно и даже на само название и вариаболизация того что это может повлиять на моего влиять на мое решение я считаю это очень важным охранительным когда может быть вот этот термин эвристику перевести в плоскость принятия решений клинических где есть целесообразность где есть этический кодекс определенный нужно больному или нет и не подвергая вот этим философским саморазмышлением а шо я преследую какую цель но эта философия очень очень быстро там раз два три там зачем я это делаю это на самом деле когда это вырабатывается в навык быстрый то это достаточно философии приходит в очень практически и это у меня так я не могу сказать как надо делать но и в качестве такого хорошего знаете вот замечание мне очень понравилось вообще нравится формат работы за рубежом когда действительно в процессе многочасовой операции у бригады есть возможность остановиться пойти попить кофе отдохнуть до в известном фильме знаете да доктор сыт и больному легче да вроде как а у нас в российской федерации все на износ на идет там ты делаешь эти 89 часов но и столько живот не скрутил тебя никто не выпустит из операционной у нас тоже такая была философия в резентурии я тоже думал что быть героем это это замечательно спасибо на вопрос какие коллеги очень приятно видеть полностью заполненный зал на самом деле я думаю что будем только мы с вадимом викторовичем и пару нам сочувствующих коллег но приятно просто знаете удивлен что полный зал молодые люди в основном которые значит не все потеряно у нас так ведь доктор лучшего вы очень радеете за наше образование онкологии в целом что вам большое спасибо